Всем привет! Меня зовут Лиана, и я рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня мне почему-то так захотелось записать такое немного болтологическое видео, видео-болталка. Вот, так что заваривайте себе чаёк или кофеёк. У меня сегодня будет сок. Вот, и давайте приступать. Для начала я вам покажу, что я сегодня купила, просто случайно. Забежала в торговом центре в подружку и увидела у них на скидочном стенде, у них такие стенды бывают с какими-то огромными скидками, увидела Clive Care Black Optimum, ну то есть на Yves Saint Laurent Black Opium. Не знаю, вам видно, нет? В общем, всего за 449 рублей таких цен на Clive Care нет вообще нигде. Не знаю, были ли они когда-нибудь такими, но здесь всё запаковано, всё хорошо, срок годности у нас до 31-го года. Так что вот, я думаю, наверное, снять отдельное видео или давайте, может, мы с вами распакуем сейчас. Распакуем, хотя бы посмотрим, как это всё внутри у нас выглядит. Вот. Без тестера, без всего там ничего не было, просто вот стояла вот эта вот баклажечка за 449 и всё. Вот так вот у нас это всё выглядит дело. Вот так вот открываем. И вот такой вот флакончик в 30 миллилитрах, в 30. Слушайте, прикольно, у них вот эти вот флакончики, они гораздо интереснее, чем у шейка выглядят. Вот. Я вам так скажу. Я думаю, наверное, снять какое-нибудь отдельное видео. Давайте, может, я расплю. Особо ничего говорить не буду. Слушайте, прикольно. У меня нет ни одного аналога на Black Opium и в Sun Moran. Ах, теперь будет. Так, я ничего, наверное, не буду сегодня говорить про этот аромат. Вот. Запишу потом отдельное видео. И... Секунду. И давайте. Так, о чём же у нас сегодня будет видео? Я заметила такую какую-то сейчас тенденцию, может быть, это какой-то тренд. Вот. Каких я смотрю парф-блогеров? Вот так вот. Каких я смотрю сейчас парфюмерных блогеров? Вот. Видела уже несколько таких подобных видео. Мне почему-то тоже захотелось снять. Недавно тоже у девушки, на которую совершенно недавно подписалась, увидела такую тему. Немножечко пообщались с ней в комментариях. Вот. И давайте начнём с того, что я смотрю парфюмерных блогеров, у которых подписчиков не очень много. Либо начинающих каких-то девчонок. Просто потому, что они, мне кажется, супер какими-то искренними. Они говорят именно от души. Вот. То есть нет вот этой вот какой-то показухи, постановки, чего-то. Ну, я никого не хочу обидеть ни в коем случае. Я вообще ни про кого ничего плохого говорить не буду. И как бы и не думаю ничего плохого ни про кого. Вот. Смотрю я таких девчонок, потому что они мне как будто бы ближе как-то к душе. Смотрю я вот совершенно немного. Кого смотрю определённо, я также подписана на их телеграм-каналы. Просто потому, что мне девчонки нравятся именно как личности. Я иду к ним на канал не столько послушать про парфюм, сколько просто именно узнать их. Вот как человека, как личность. Они мне просто интересны. Они мне очень приятны. Как-то они к душе мне. Знаете, вот прям какой-то такой даже небольшой кайф, как будто бы, да. Вот когда у них какое-то новое видео выходит. Либо какой-то пост в телеграме, например. Пускай это даже будет видео не про парфюмерию. Это, например, какой-нибудь влог покупки. Или просто так же болталка. Вот. И, например, первое, кого я смотрю, это у нас Любочка Далиман. Канал Любовь Далиман. Просто прекрасная, потрясающая девушка. Она мне очень близка по духу. И даже как будто бы у нас что-то там перекликается с ней. Какие-то взгляды на жизнь. Ну, что-то вот есть. Как будто бы с ней что-то общее. Я ей это не раз писала и под видео в комментариях, и в телеграм-канале. Вот. Потрясающая девчонка. Очень умная, очень мудрая. Просто красавица. У неё очень интересный такой парфюмерный вкус. То есть, её коллекция, она очень такая, знаете, как объяснить, очень такая интересная. Вот на любителя в хорошем смысле. Вот. То есть, у нас, например, вкусы совершенно не совпадают. Но по каким-то её таким супер восторженным, таким эмоциям я даже несколько парфюмов приобрела. И осталась вообще не разочарована абсолютно. Как бы мне всё очень даже понравилось. Я просто с неё балдею. Также я смотрю её подругу. Это у нас Лида с канала Аглая Марс. Тоже девчонка. Просто красавица, потрясающая. Красавица, очень такая тоже умная. В хорошем смысле, я имею в виду. Тоже очень красивая, умная, клёвые видео снимает. Очень такая душевная. Она такая, знаете, как своя. И вообще вот девчонки, которых я смотрю, они все как будто какие-то свои. Такие близкие, родные. Вот. Тоже очень интересно у неё и в Телеграм-канале находиться. У них у всех такие подписчики, подписчицы. Очень такие, знаете, тоже как будто семья целая. Вот. Меня вот это вот, да, тоже подкупает. Также смотрю ещё девчонка с Москвы. Мария. Канал Red Valkyrie. В Валькерии. Господи. Извиняй. Я так говорю. Red Valkyrie. Господи. Я надеюсь, я правильно произнесла. В плане именно произношения. Мария. Девочка учится в институте. Тоже красавица такая. Все девчонки очень красивые. Красивы по-своему. Очень интересные. Очень разные девочки. Она такая, знаете, я бы её назвала очень уютной. Её очень приятно слушать. Вот. Она снимает довольно-таки длинные видео. И мне это очень нравится. То есть я не люблю смотреть, знаете, такие пятиминутные видюшки быстренько так. Вот именно включила и сидишь-балдеешь, либо занимаешься какими-то своими делами, а не просто где-то на фоне. Очень приятно слушать. Мария очень такая вот действительно уютная. Я в людях вижу уют. Я это чувствую. Я вижу какую-то атмосферность даже. Я вижу её в людях, в каких-то, не знаю, во всём, в любых вещах. В деревьях, в листьях, в домах, в небе, во дворе. Вот во двор заходишь, и ты видишь его атмосферу, ты её чувствуешь. И вот она такая же, какая-то атмосферная, уютная. Скорее всего, наверное, может быть из-за цвета волос. Такая рыжая, огненная, красавица, львица. Она у меня ассоциируется с осенью. Она очень любит лето, насколько я поняла, именно тёплую погоду. Но она у меня ассоциируется с осенью, с такими красками яркими, с какими-то, с уютным пледом, с шеем. С шарфом, с теплом, с таким, с ароматическими свечками, с чашкой какао, либо кофе. Она кофеман, я тоже кофеман. Вот. И всегда действительно очень так же приятно на неё смотреть. Просто вообще, девочки, если вы это увидите в видео, я вас вообще просто обожаю. Вы мне очень-очень-очень нравитесь, очень по душе. И также ещё мне нравится, тоже одна вообще красавица Аня с канала, ещё раз про любовь. Она рассказывает очень интересно про ароматы. У нас в чём-то с ней совпадают вкусы. Тоже девчонки всё-таки творческие. Вот, кстати, что я хотела сказать, что Люба, она художница. Лида, она, значит, у нас... Господи, я забыла, как это называется. В общем, она у нас оперная такая певица. Да. Также Аня тоже, у неё всё с музыкой связано. У Лиды с музыкой связано, у Ани с музыкой связано. Мария у нас такой человечек исторический. У неё всё там про историю. Она в институте выучится. Я, конечно, извиняюсь. Надеюсь, я не сильно какие-то подробности раскрываю. Но, в принципе, девочки всё это рассказывают на своих каналах. Вот. Я думаю, я имею право такое немножечко, значит, рассказать. Может быть, заинтриговать. Да что у меня сегодня такое? У меня такое не совсем подготовленное видео. Вот опять-таки же получается. Я сегодня целый день, можно сказать, работала. Давайте сделаем вот так. Вот и всё. Вот. Что? Кого же я ещё смотрю? Я прошу прощения. Возможно, я кого-то забуду. Но я просто именно спонтанно, без какой-либо подготовки, решила снять это видео. Вот. Также недавно подписалась. Начала смотреть нику в парфюме. Елену Чумакову. Ну, вот я пока сильно ничего не буду про них рассказывать. Потому что я только-только совершенно недавно подписалась. Начала смотреть. Тоже девчонки, естественно, супер красивые. Елена вообще очень милая девушка. Мы с ней почти соседи по городам. Не почти, а мы с ней соседи по городам. Очень близко друг к другу живём. Ника в парфюме очень тоже так, очень прикольно снимает. Интересно. У неё такое видео было смешное про пародии на пару блогеров. Я тоже так похихикала. Мне очень понравилось. У неё очень такая классная, обширная, очень большая коллекция. Интересная. Вот. Кого же я ещё смотрю? Может быть, я кого-то забуду, но вот именно вот кого прям вот каждое видео, вот которое выходит, у меня приходят уведомления, я бегу его смотреть по мере возможности, возможности своих. Вот. Также я хотела немножечко открыть такой занавес, грубо говоря, и рассказать, когда же начало моё парфюмерное такое увлечение. Началось. Да, я сказала слово «началось». Это случилось почти три года назад. Ну, ладно, давайте сделаем так, что два, там, с половиной года назад началось моё такое увлечение парфюмерией. Вообще, я человек очень разносторонний, меня увлекало очень многое, что-то осталось в моей жизни, что-то ушло. Но на то мы и люди, чтобы чем-то интересоваться, возможно, что-то останется с нами на всю жизнь, что-то уходит, это абсолютно нормально. И началось моё такое увлечение не совсем хороших, можно сказать, таких моментов в жизни. Просто в такие плохие какие-то, действительно, очень-очень такие плохие, грустные моменты жизни я начинала во что-то очень сильно уходить, погружаться. И, например, я очень сильно на протяжении года-полутора увлекалась именно макияжем и косметикой. Всё, значит, всё связанное с бьюти. Вообще, я по жизни, это всё у меня, всё связанное с бьюти. Я макияж начала себе делать ещё лет в десять. У мамы в косметичке рылась. Она мне разрешала, она мне отдавала какие-то там свои тенюшки старые, там, тушу, там, румяшки, вот это вот всё. Меня всё это очень сильно увлекало. Я снимала одно время также коротенькие видео в ТикТоке с макияжами, делала макияжи. Вот, это также происходило в не очень какие-то хорошие моменты моей жизни. Вот, потом дальше случилась одна, один такой момент очень трагический. И я ушла в книги, в чтение. Меня никогда особо не увлекала какая-то литература. Но вот там я прямо ушла, я зачитывалась. Я сидела практически сутками в книгах и уходила, как-то забывалась именно в тех каких-то мирах, уходила в другие жизни. Вот, и потом это как-то немножко сошло на нет. Вот, и я что-то так на работе сидела, и потихоньку-помаленьку мне вылазили какие-то видео парфюмерные. Я вообще с детства, я помню этот момент, я была, ну, с детства, наверное, с подросткового возраста. Я помню, я сидела, у меня было, может быть, парочку флакончиков каких-то маминых старых. Может быть, какой-то мой один был флакон с какой-то там туалетной водой. И я говорила себе, и маме говорила, вот вырасту, и у меня будет огромная, большая коллекция парфюмерии. Я буду вся такая классная. У меня будет там флакончиков 10, и это будет супер. Сейчас у меня, правда, не 10 штук, 120, наверное. Вот. Ну, кстати, потом думаю тоже снять видео про свой именно шкаф, полностью весь его показать, но это когда-нибудь чуть позже будет. Вот. И значит, прошу прощения, и значит, я насмотрелась этих видео, начала углубляться, начала узнавать, читать, лазить там вот по пирамидам, по фрагрантике, по сайтам, по интернет-магазинам, думать, что же мне может понравиться. Начала, сперва, естественно, с бюджета. Это у меня было очень много бюджета. Очень большую часть я дала подругам. Вот. Я думаю, у многих такое было. Вот, что сначала накупишь. Но я пыталась разобраться, что же мне нравится. Я пыталась разобраться вообще в общем в парфюмерии. Вот. И в общем, на таких трагических, грубо говоря, нотах своей жизни я уходила во что-то, и вот так вот я ушла в парфюмерию. И уже на протяжении около трех лет, там, два с половиной года я этим очень сильно так увлеклась. То есть я начала, грубо говоря, такую деятельность коллекционера. Я читаю статьи различные. Я как-то именно ухожу, узнаю, пытаюсь узнавать бренды. Именно не только вот просто по тупой скупать парфюмерию, ставить ее на полочку, и все пускай стоит. И такая я прикольная, буду снимать, значит, видюшки на YouTube. Ага. Нет, я пытаюсь именно разбираться в этом всем, чтобы я понимала, с чем я имею дело. То есть, да, не просто тупо быть шопоголиком таким, а именно коллекционером, пользователем обязательно. Вот. И вообще я всегда по жизни... Почему, кстати, мой канал называется «Твоя добрая подруга»? Вот. Я по жизни очень действительно такой добрый человек, добродушный. И я всегда подругам, девчонкам, знакомым, коллегам я всегда помогала в какой-то теме бьюти. Это касалось и прически, там, волос, окрашивания, стрижки, макияжа. Я и по сей день периодически своим знакомым подругам делаю макияж на какие-то события, либо же просто вот с подругой сидим, либо собрались куда-нибудь пойти, там, погулять в клуб или еще куда-нибудь я обязательно подруге делаю макияж. Вот. И я была таким человеком, который вот я всегда хотела чем-то помочь, подсказать, указать, не указать, неправильно выразилось, как-то подсказать, помочь. Вот. Почему бы и нет? И всегда так было, что девчонки мне говорили, а вот какую лучше там взять тоналку, пудру, например, пошли со мной в магазин, ты поможешь мне выбрать. Вот. И я именно так по-дружески, сама того желая, помогала девочкам. Вот. И поэтому вот канал называется «Твоя добрая подруга». Я действительно как такая добрая подруга. Я хочу ею стать и для вас. То есть, возможно, я кому-то чем-то действительно смогу помочь, подсказать как-то в плане, там, в теме парфюмерии. И чего-то такого, действительно, касающегося, там, бьюти. Вообще я человек такой, знаете, у меня немножечко какой-то сидит в голове такой психолог. И когда ко мне приходят за каким-то советом, я могу, в принципе, у меня так мозг начинает работать, всё это, знаете, информация вот так вот идёт. У меня выстраиваются какие-то правильные, нужные слова. И я в какой-то такой либо переломный момент, либо в такой, знаете, вопрос у человека, вот он действительно его тревожит, я могу подсказать. То есть, если что, я всегда к вашим, так сказать, услугам. Вы можете мне написать, написать в комментариях, написать в телеграм-канале, в личные сообщения, там, через телеграм-канал, например, как-то ко мне подойти. И, в общем, вот как-то так моё увлечение в парфюмерии началось, да, где-то два с половиной года назад. Вот. Таких вот замечательных девчонок я смотрю. Мы уже даже начали немножечко с Любой общаться, с Лидой общаться. Маша, Мария писала в телеграм-канале, там, комментарии, вот, под её постами. Мы ещё не общались вот так лично, там, например, в личных сообщениях. Но всё же. Это вроде бы всё, что я хотела сказать на сегодня. У меня, кстати, давайте-ка, Клайф Кейра ещё раз понюхаю. Ну, как-то, мне кажется, как будто бы стойкость поменьше, чем у шейка. Шейка, она ярче пахнет, дольше. Вот я уже на 20 минут наговорила. Либо я уже просто сегодня очень такая уставшая, и мне уже ничего не надо. И обычно, знаете, что я сейчас, наверное, пойду, я допью свой сок, пойду заварю себе какой-нибудь вкусный чай и доем торт. Очень вкусный торт купила. Вот. И последний кусок остался. Большой последний кусок. Я его, наверное, доем, посмотрю что-нибудь, отдохну. Завтра иду на окрашивание. Так что, скорее всего, следующее видео вы увидите меня уже обновлённой. Вот. То у меня такой выгоревший цвет волос. Я летом выгорела на солнце. Вот. Завтра иду на окрашивание. Вот так вот. Кстати, так зацените футболочку. Кто-нибудь знает, кто вообще в теме? Нет, шарит, кто у меня здесь изображён. У меня, правда, в зеркальном изображении. Там даже есть подпись. Вот. Это мои любимки. Они со мной вообще во все мои моменты жизни. И в какие-то весёлые, хорошие, позитивные, добрые. Какие-то очень грустные, депрессивные моменты. Я слушаю их. Вот. Вроде это всё, что я хотела на сегодня сказать. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Вот. Пишите комментарии. Кстати, мне очень интересно, кого вы смотрите из парфюмерных блогеров. И также вы можете мне написать название канала, в кого вы смотрите в общем. На ютубе, например. Либо, может, так вот подписаны там в телеграм-канале. Какие-то тоже каналы пишите. Мне очень интересно. Может быть, у нас с вами совпадут какие-нибудь человечки, блогеры. Вот. Потому что я же не только парфюмерный ютуб смотрю. Я смотрю и всякое разное ещё. Вот. Так что пишите комментарии, оставляйте. Мне очень интересно. Действительно, может, у нас что-то с вами совпадёт. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И жду вас снова на своём канале. До новых встреч.